Хасамжомар Токаев проголосовал на выборах президента Казахстана. Он с самого утра отдал свой голос на участке номер 59 во дворце школьников. Следуя общим правилам, Токаев сначала получил свой бюллетень, зашел в кабинку для голосования, затем опустил избирательный лист в урну. Отмечу, впервые в стране президент избирается на 7-летний срок и без права повторного выдвижения. Отвечая на вопросы журналистов, Хасамжомар Токаев объяснил это решение. Вы приняли решение о 7-летнем сроке службы президента, тем самым продлив его мандат. Как вы думаете, 7 лет достаточно? Если вы будете избраны на пост главы государства, успеете ли вы за этот срок реализовать свои предвыборные обещания? Я думаю, что 7 лет достаточно, потому что это приличный срок в жизни каждого человека. Прежде всего, в Казахстане не будет монополии на власть. На это будет запрет. Это очень важный момент. В течение 21 года, получается, в Казахстане будет 3 президента. Я думаю, что это хорошая концепция. Хасамжомар Токаев также ответил на вопросы о приоритетах внешней политики, возврате незаконно вывезенных средств и предстоящих парламентских выборах. Пока в стране не зарегистрировано ни одной новой политической партии. Соответственно, есть риск, что выборы пройдут с теми же игроками, что и ранее. Ожидаете ли вы, что эта ситуация изменится? Я полагаю, что до начала парламентских выборов все же несколько партий смогут выполнить надлежащие условия и получить регистрацию. Я считаю, что это в наших интересах. Кроме того, парламентские выборы пройдут по новой смешанной системе. Ожидаю, что в результате выборов в законодательные органы нашей страны попадут интересные люди, в том числе представляющие оппозиционные взгляды. Продолжение следует...